Немецкие автодома Хаймер класса А заложили отличные традиции в отрасли строения автодомов. Продолжением развития стала серия B-класса и его линейка Dynamic Line. Облегченная версия до 3,5 тонн для покупателей с обычными паровами категории B. Эти модели разрабатывались с нуля. Взгляните на кабину. Тут новая радиаторная решетка. Два больших дворника вместо трех, как было раньше. Новые многофункциональные фары. Да, тут и дневные ходовые огни с индикатором света, и поворотник, и линзы основного света. Фары сделаны облегченными. Все для экономии веса. Как было сказано ранее, эти модели разрабатывались как новые. Рама для этого фургона тоже была спроектирована по новым требованиям. Одно из них — сохранение грузоподъемности. Этот гараж может вместить до 350 кг. Для многих автодомов 350 кг — это максимальная полезная нагрузка, но в данном случае — это только ограничения по гаражу. Для удобства одна из багажных дверей открывает доступ к обслуживанию систем автодома, в частности, к аккумуляторной батареи. Мы внутри автодома «Хаймер Б-класс Динамик Лайн 588». Тут четыре места с ремнями безопасности, четыре спальных места, две односпальные и одна двуспальная кровать. И знаете, очень удобная гостиная для автодома общей длиной до 7 метров. Такие размеры обычно в более габаритных автодомах. Два человека располагаются на поворотных сиденьях и двое — на г-образном диване. Очень комфортно посидеть компанией. Теперь обо всех новых решениях, о которых я говорил ранее. Чтобы сохранить небольшой вес автодома, инженеры «Хаймер» трудились довольно долго. Внимательно работали над каждой деталью фургона с точки зрения ее влияния на общий вес. Например, подвесные ящики. Даже механизм закрывания и ручки сделаны по-новому, чтобы сэкономить вес. Полки, крепеж, отделка — все переработано. Даже дверцы расположились в специальных рамках. Шкафами и ящиками приятно пользоваться. Они не хлопают, а плавно закрываются. Это очень важно. Чтобы оценить качество деталей, достаточно взглянуть на кухонные ящики. Они работают по аналогичному принципу, благодаря плавным доводчикам. Конкретно в этой модели мы видим большую газовую плиту с отдельной духовкой и грилем. Рядом располагается мойка, закрытая крышкой и кран. Очень элегантная и просторная туалетная комната. Душевой деревянный поддон. Есть полотенца-сушители. Внутри шкафа очень эстетично сделан держатель для рулона туалетной бумаги. Кончиковый выходит наружу через отверстия. В основной спальне вы можете видеть, что комфорт, являясь главным приоритетом разработчиков, никак не утратил себя в этой модели. Несмотря на строгие ограничения по весу, объединяемая кровать с матрасами из специального поролона. По обеим сторонам расположились окна. В потолке люк. Основное освещение встроено под потолком. Традиционно, над спальными местами установлены светильники для чтения. В спальне пять подвесных шкафов для хранения вещей. Ящик ступеньки. В добавлении к этому есть большая корзина для белья под кроватью и гардероб рядом с холодильником. Внутри планка, чтобы повесить вещи на вешалке и пара ящиков внизу шкафа. Разумеется, есть дополнительные пространства для хранения в двойном полу. Они изолированы и находятся в теплом пространстве автодома. Безопасность и комфорт – главный приоритет для разработчиков, поэтому шасси оснащаются всеми необходимыми опциями для удобства в пути. ESP, Hill Holder, Traction Plus. Кроме этого, есть еще пара интересных деталей. Во-первых, камеры заднего вида с двумя углами обзора. Вы можете переключаться между ними по необходимости, двигаясь задним ходом. Также есть камера, которая смотрит на трубу слива грязной воды. Ведь теперь в кабине есть клавиша, которая открывает заслонку слива. Это очень удобно для контроля данной процедуры. Действительно много приятных обновлений. Линейка Dynamic Line и модель 588, в частности, на четырех путешественников, удовлетворит запросы самых взыскательных пользователей. Субтитры сделал DimaTorzok